А вот скажите, то, что Владимир Васильевич сказал, вы к этому как отнеслись? Критически или все-таки он действительно выразил то, о чем мы все думаем? Он сказал сейчас в тосте, перед тем, как уйти. Ну, я считаю, что в целом посыл был в том, что он сказал, что пора... Ну, собственно, такой довольно уже классический и часто повторяемый посыл о том, что довольно рассуждать о истории, философии и прочее. Но давайте будем рассуждать или действовать в рамках сегодняшнего дня начала. Ну, собственно, здесь ничего нового, здесь не с чем спорить и не с чем оспаривать. А то, что мы сегодня, то, что все флаги в гости будут к нам, ну, нет, конечно. Мы никогда не сможем объединиться с теми, кто является нашими идейными и духовными противниками. Мы же не поднимаем флаг, не знаю, там, США, флаг Израиля, и под ним идем вместе в будущее. Ну, а это флаг чужой, он как бы нам не близок, ну, давайте под ним вместе. То есть это враги наших врагов, но не наши друзья. Никогда мы и среди российских политиков, по-моему, тоже такого не будет. Я не думаю, что мы сможем дружить с теми, кто пытается под флагом врагов русского народа, врагов наших идеалов, идти вместе с нами тактически к одной цели. Я думаю, что это все равно обречено на провал. Другое дело, что мы не должны отталкивать тех людей, которые находятся сейчас вот в плену этих довольно лживых и иллюзорных идеалов. То есть, например, тем же там старым совкам и левакам, конечно, мы должны обращаться и объяснять им, что их идеалы, их воздыхание по великой державе и так далее, это не воздыхание о левом проекте. Это воздыхание о величии, это воздыхание как раз о том, что является противником левого проекта, потому что сильное государство, империя и так далее, или даже квази-империя, это идеал правого человека, идеал правого мышления и правой идеологии, а никак не... Просто они об этом не знают еще, им надо об этом рассказать. Они говорят о том, что семья, крепкая семья, нормальные установки в обществе, это же, опять же, ценности правого мировоззрения, а никак не левого. Левое мировоззрение, не будем забывать, что при том же Ленине впервые от государства на Конгрессе гомосексуалистов присутствовало от советского государства представитель на Конгрессе гомосексуалистов. Да, там у них было движение «Далой стыд», например. И как раз это борьба с семьей. «Каждая комсомолка должна» и так далее. Все же это... Какие там семейные ценности? Какие, да. Про какой милитаризм? Милитаризм – это все уже попытка создания какого-то государства, какой-то сильной армии, какой-то... Опять же, государство, вообще само по себе государство. Что писал о государстве Маркс? Маркс сказал, что государство – это враг, по сути, трудового класса. И что государство мы должны преодолеть и изжить. И все. Ошибка левых, наверное, в том состоит, что они говорят, что мы у Маркса возьмем все правильное, остальное выкинем. Ну тогда вы выкинете весь марктизм целиком. Все пойдет за борт. Поэтому, если говорить о том, что мы можем что-то брать, конечно, позитивное из опыта, но никак не из идеологии вот этих преступных, антинациональных направлений, от которых русский народ все только пострадал и потерпел. Ну, наверное, мы вот как раз тут... Беседа у нас началась с компромиссов. А если все начинается с, ну, там, оскорблений, государя императора, там, заливания черной краской всего то, что было в Российской империи, то какие могут быть с этими людьми компромиссы? Они как бы заранее объявляют о том, что они предадут. Полностью согласен. И еще бы даже добавил очень важный момент. Конечно, нельзя уходить в историческое вот это вот словобудие, но историю надо знать. И не только знать, потому что история для нас – это герои, которых мы выбираем. И вот исходя из этого, мы должны понимать, кто наши союзники. Вот каких героев ты выбираешь в прошлом, в нашей истории, тогда, исходя из этого, мы знаем, ты наш или ты не наш. Ну, а кого вы считаете своими героями? Ну, вы все, все вопросы ко мне. Нет, нет, а это очень важно, потому что вот в этом возникает А мы, давайте еще у кого-нибудь спросим, чтобы эфир будем менять. Кто у вас герои? Кто герои для монархистов, консерваторов, традиционалистов? Кого вы считаете героями? А можно даже как в какой-то иерархии, да, что есть как бы герои первого плана русской истории, герои второго плана, герои ближайшего прошлого или отдаленного? Ну, вот вопрос-то очень больно широкий, потому что герои, они всегда находятся в историческом контексте. И тот герой, который был героем в X веке, это совсем не тот герой, который был… Ну, скопировать нельзя, да. Совершенно. Если мы говорим про действительно таких титанов в нашей истории, как князь Ярослав Владимир Святославич, как Ярослав Мудрый, как Владимир Мономах, как Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, ну и другие, другие. Потом пошли московские князья. Если мы говорим об этих героях, ну не только там были политические идеи, там же были духовные лидеры, такие как, ну, и святые были, то это все-таки герои, это… Ну, скажем так, они жили в своем историческом контексте. Если мы говорим про монархическое движение, то это совсем другие герои. Это герои тогда, когда монархическое движение, оно стало политическим движением, а оно не могло не стать политическим движением в силу того, что Россия постепенно отходила от идеалов монархии. Началось это не сразу, началось это постепенно, началось это уже где-то в века 17-го. Она постепенно-постепенно сходила с идеалов православного самодержавия, ну, там, во все что угодно. В либерализм, в так называемой посвященной монархии. Не забудем о роли масонства, которая просто как ржа разлагала русскую и духовность, и русскую культуру, и русскую идентичность, и русское единство. И поэтому, когда мы говорим о героях уже 20-го века, то мы понимаем под героями, опять же, чтобы понимать под героями, потому что, если когда была война Великой Отечественной, тут достаточно все ясно и понятно. Это можно пойти даже в Госдуму, и они примерно то же самое расскажут, что и мы. Это все понятно. Но говоря о монархическом движении, мы говорим о тех монархистах, которые пытались поддержать падающее знамя монархии в тот момент, когда он действительно оказался в опасности, которые, в общем-то, свою жизнь положили на монархическую идею. И прежде всего мы говорим о тех монархистах, о тех союзниках, о тех черносотенцах, членах союза русского народа, русского собрания, союзах Михаила Архангела и других черносотенных организаций, монархической партии и так далее, которые стали им учениками, которые действительно были, помимо этого, большими организаторами, большими идеологами, действительно были интеллектуалами своего времени. Вот когда мы, что называется, говорим о геройах. А можно назвать так? Ну, просто в процветительских целях, ну, просто фамилии несколько назвать. Это что, это герой, я не знаю, руководитель Союза Русского Народа, или делодвижение, или это публицисты, кого бы назвали, ну, как-то выделили. Может быть, это просто как бы то, что вам ближе. Не обязательно это, что мы навязываем кому-то. Ну, почему? Может быть, и навязываем. Потому что пропаганда своего рода — это навязывание. Пропаганда без навязывания, ну... Это совет. Пропаганда всегда по-другому. Ну, давайте начнем с совет, а потом начнем навязывать. Ну, собственно говоря, белодвижение — это сложный вопрос. Белодвижение — это трагическое... Там монархистов мало было. Там было мало монархистов, но там было много патриотов. Да. Это, конечно, совершенно трагическая история, трагическая страница истории России. гибель лучших русских людей. И, в общем-то, к сожалению, надо понимать, что белое движение с точки зрения военной, исторической, политической, было обречено на поражение, ну, в силу многих причин. А если мы говорим о монархическом движении, то эти фамилии достаточно, они даже сейчас всплывают. Они их, что называется, замалчивали, но они все равно всплывают. Такие, как Дубровин, такие, как Марков, ну, Пуришкевич, это отдельная история, такие, как Борис Никольский, такие, как Визигин, такие, как Григмут, Булацель. Люди, действительно, которые показали себя выдающимися организаторами. Тиханович Савицкий, и организаторами, и идеологами, и публицистами в самых-самых неблагоприятных условиях, которые, в общем-то, смогли создать монархические организации практически на пустом месте. И в основном это люди были достаточно, в основном, не всегда из простого народа, достаточно были образованные люди, но в основном это были люди простые, небогатые. Если мы, там были только, могли бы такое исключение, как Римский Корсаков, например, губернатором, который был губернатором какое-то время, и как граф Шереметьев, который был богатым землевладельцем. Но это, опять же, были исключения. Мы понимаем, что... Самый, наверное, известный, так и для публики, это Столыпин, да? Он как бы не входит в тот пул, который связан с революционным сломом империи, но, наверное, он среди героев монархистов, истинных монархистов, он может признаваться героем, и не только среди наших единомышленников. Но я могу сказать в своем каком-то смысле мнение о Столыпине. Оно у меня достаточно двойственное, потому что Столыпин как монархист себя в общем и целом не проявил. Для монархического движения Столыпин играл отрицательную роль, потому что он как раз занимался подкупом отдельных представителей монархического движения, для того, чтобы сделать из них своего как вот... Ну, это мы тоже самое видим и сейчас. И сейчас покупается, и сейчас продается, и сейчас организуется. Ну, политические меты не изменились. Они были что сейчас, что что, что 500 лет назад всегда все одинаково. Вот с этой точки зрения Столыпин не может считаться и монархистом ни в каком виде. И он, скорее всего, противоположная структура. Но он, в случае, был монархистом, он же... Сложный вопрос. Он, конечно, был предан государю-императору. Императором он был, да. Он был предан император. Он не был идеологическим монархистом. Он не был идеологом. Он был все-таки управленцем, да? И, несомненно, его верность империи, верность императору... Да, конечно, конечно. Как и личный человек, он был достаточно порядочный. И дурного слова про него нельзя сказать. Но надо было сказать по его деятельности, скажем так. Нет, оценки его, конечно, я тоже очень критически отношусь и к Столыпинской реформе. и тоже мои друзья об этом писали, что, в общем-то, Столыпин поссорил крестьянина с царем. Его реформы привели к этому. Об этом как бы не принято говорить, потому что он уже стал таким официозом. Он стал официозом. Сейчас есть Столыпинский клуб даже какой-то есть. Кстати, Столыпин был один из инициаторов столицы Транссиба. Это ему удалось очень непросто, несмотря на то, что он был премьер-министром, очень большим трудом продвигал эту идею. И бюрократия тормозила идею на всех этапах. Что касается реформы, я скажу свое мнение. В принципе, идея была неплохой. Расселить крестьян, которые были с кучей населения, на новые земли... Нет, это другое. Это хорошая была идея. С другой стороны... Разрушение общины было деструктивно, а переселение на новые земли это абсолютно правильная идея была. В принципе, ликвидировать это перенаселение, это могло дать результат, но не хватило ни сил, ни времени на это. Да, времени на это. Эта идея была неплохой. С другой стороны, мы знаем, что, например, Столыпин не отыграл финансовые реформы соприсшественников Витте. Россия была бы с больной финансовой системой. Ну, про нынешнюю-то... Давайте мы углубились с Столыпина, еще просто несколько фамилий и закончим на этом. Ну, да, вот, в общем, я как бы такие основные... Ну, да, вы назвали... Отдельная, как бы, тема. Ну, да, там отдельная. Было очень много людей в регионах. Да, кстати, а сколько из духовенства? Из духовенства, да. Более того, патриарх Тихон, патриарх Тихон. Потом, это самое, патриарх Алексей, которого же был при Сталине, стал патриархом. Он же один из активистов был Тульского отделения союза русского народа. А сколько было из духовенства, которое пострадало, которое... Причест на клинику святых, и Иоанн Восторгов, и это самое, епископ Андроник, и очень-очень... Там были десятки фамилий, десятки фамилий именно духовенства. Ну, наверное, нам надо восстанавливать вот эти имена истинных героев, которые... Вместо которых нам подсовывают там этих комиссаров в пыльных шлемах, какого-нибудь там, Дзержинского и так далее. Вот, нам надо все-таки свою плеяду героев выстраивать, о них там писать, о них их вспоминать, там что-то... Это несомненно, это просто несомненно, просто несомненно. Это был действительно герой русского движения. Герой русского движения. Которого... Судьба большинства из которых, в общем-то, оказалась трагичной. За исключением некоторых, которые, как Марков, даже еще до 40-х годов, Большинство, в общем-то, и погибли-то в период революции. Поэтому и неизвестно сейчас. Поэтому и неизвестно. Ну, естественно, а то, что замалчивали, то тут уж... Ну, мы поправим это. Будем работать. Главное, что? Главное, преемственность. Преемственность, вот что главное. То, что мы делаем сейчас, да, это мы делаем сейчас, но важно, чтобы то же самое делалось и через многие-многие годы.